В сентябре в Видном прошел Кубок России по мотоболу, где наши команды мотоболистов сразились с сильнейшими соперниками. Затем в Коврове прошло первенство России среди юношей, где молодежная команда «Металлург» заняла первое место. В нашей студии капитан молодежной команды Яков Коржанов и нападающий Тимофей Гусарев. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Вы участвовали в Кубке России наравне со взрослыми командами. Как вам такой опыт? Это нам очень повезло, что мы выступили отдельной командой, младшей своей, на Кубке России и приобрели очень хороший опыт. Поиграли с крупными мастерами в мотоболе. Но, к сожалению, заняли последнее место. Зато в первенстве России среди юношей вы заняли первое место, насколько я знаю. Легко ли вообще далась победа? Расскажите о своих эмоциях, о впечатлениях. Как это было? Ну, было семь команд. Было не так легко, потому что все команды тоже тренировались и готовились к этому чемпионату. Но мы тоже время не теряли и тренировались со старшими каждый день по две тренировки. Финал нам удался легко. Мы выиграли Староминскую «Зарю» и заняли первое место. С каким счетом вы в итоге выиграли в первенстве России? Восемь-два тренерский состав давал Казани. Очень хорошо говорил, кому он играет на какой позиции. И отыграли на предпочтениях тренерского состава Александра Алексеевича. То есть, в общем, ваша победа – это во многом заслуга и тренерского состава? Заслуга тренера, да. Больше всего. В заключении нашей беседы давайте поделитесь с нашими телезрителями вашими планами. К чему сейчас готовитесь? Что вообще предстоит? Предстоит у нас в этом году должна была быть чемпионат Европы, но из-за COVID-19 его переносит на следующий год. И будем теперь тренироваться на следующий год, чтобы на Европе хорошо выступить. Спасибо вам большое за интересную беседу. А у нас также есть комментарии главного тренера юношеской команды «Металлург» Александра Сосницкого. Ему слово. Насколько доволен своими ребятами в этот раз? Доволен? Очень, очень доволен. Если разбирать по полкам, вот ребята участвовали в Кубке России среди монстров, можно так сказать, старших ребят. Ну да, выступили для своего возраста, они выступили очень достойно. Ну, хоть и заняли там последнее место, но ребята приобрели опыт, очень большой опыт, поигравшие с такими мастерами мотобола, как Крештопа Сосницкий, там Крошка Сергей Облаб. То есть, какой-то опыт ребята приобрели, увидели. И не каждый раз, ну, они могли бы сыграть против таких мастеров. Поучаствовали в чемпионате России среди юношей, который проходил в городе Коврове. Ребята молодцы. Заняли первое место. Каждый из них отдавался полностью игре. То есть, не было такого, чтобы кто-то где-то филонил. То есть, ребята хотели доказать, что они сильнее. Радует то, что в этом чемпионате принимало 7 команд детских со всех регионов. Там Ставропольска, Краснодарского края. Это показывает то, что мотобол как-то развивается. То есть, дети стараются, ну, заниматься спортом. Чувствовалась поддержка вот города, района? Да, поддержка. Хотелось бы, конечно, поблагодарить администрацию Ленинского городского округа за огромнейшую поддержку к нашему виду спорта. И также болельщиков, которые нас поддерживали. Всем спасибо. Приходите, болейте за нас.